В прошлом ролике мы говорили о том, как атомы стремятся, давайте запишем, стремятся заполучить 8 электронов на внешнем уровне. Это самая стабильная из возможных конфигураций, что становится очевидно при наблюдении за поведением атомов, принадлежащих к различным группам периодической таблицы Менделеева. Группами в периодической таблице называются столбцы. И начну я с этой группы, имеющей особое название — инертные газы. По какому признаку элементы объединяются в группы периодической таблицы? Давайте в этом разберёмся. В прошлом ролике я сказал, что это одинаковое число валентных электронов, то есть одинаковое число электронов на внешнем уровне. К примеру, у элементов первой группы один валентный электрон. У элементов первой группы один валентный электрон. И я говорил, что водород не относится к щелочным металлам. Обычно он не металл. Он не стремится отдать свой электрон как металлы. Под принадлежностью к металлам химики обычно понимают лёгкость отдачи электрона. Мы ещё поговорим о характеристиях металла, особенно металлическом блеске, электропроводности, положении в периодической таблице. Но вернёмся к нашей теме. Следующая группа объединяет щёлочноземельные металлы. Давайте я подпишу «щёлочноземельные металлы». Щёлочноземельные металлы. У них два валентных электрона, но стремятся они к октету. Добавлять электроны для этого им невыгодно. Вот этим нужно 7 электронов, а этим 6 электронов. Где же их взять? Эти элементы своих не отдадут. У них почти 8. Элементам в левой части таблицы проще отдавать электроны, особенно если электрон всего один. Все элементы первой группы, кроме водорода, стремятся отдать свой электрон. По этой причине их трудно встретить в элементарном состоянии. Под элементарным состоянием понимают простое вещество, не содержащее других элементов. Щёлочные металлы в природе встречаются в виде соединений. И соединяться они будут с чем-нибудь вот отсюда, потому что эти элементы стремятся отдать, а эти стремятся взять. В этом причина их реакционной способности. Щёлочноземельные металлы также активны, но не так, как щёлочные металлы. Они также близки к достижению стабильного октета, но им это сделать чуть сложнее. Для достижения октета им нужно отдать целых 2 электрона. Итак, достижение стабильного октета для них даётся сложнее. Для этого им нужно отдать 2 электрона. В предыдущем случае был 1. Напомню, что мы рассматриваем электроны внешнего уровня. Все эти элементы называются переходными металлами. При получении электронов у них заполняется d-орбиталь предыдущего уровня. Так, а на внешнем уровне у них по-прежнему 2 электрона. У всех этих элементов в четвёртом периоде на внешнем уровне 4s2. При получении электронов у них заполняется 3d-подуровень, их 3d-орбиталь. А валентных электронов у них 2. Поэтому они, как и щёлочноземельные металлы, стремятся отдать свои 2 электрона. Кроме того, у этих элементов, согласно моей концепции, существует резерв электронов. И после отдачи своих валентных электронов у атома, например, железа, остаётся вот этот резерв электронов, находящийся здесь, располагающийся на d-подуровне предыдущего уровня. Итак, он располагается на d-подуровне предыдущего уровня. Отдав электроны с орбитали 4s2, атом всё ещё располагает электронами на 3d-орбитали с высокой энергией, которые как бы заменяют их. Я использую здесь термины в кавычках, чтобы дать вам лучшее представление. И это доказывает, что металлы охотно отдают свои электроны, вступая в реакцию. Они отдают свои электроны. Вот эти отдают 2 электрона. А эти элементы, особенно при заполнении d-подуровня, отдают не только 2 электрона, но и свой резерв, то есть электроны с d-подуровня. Что можно сказать о переходных металлах? Они находятся в побочных подгруппах и отличаются от остальных металлов своих групп. Они ведут себя как металлы, потому что охотно отдают электроны. Причём не только внешние, но и электроны d-подуровня. По этой причине простые вещества будут представлять собой металлы. Например, кусок алюминия. Алюминий не прореагирует ни с чем, кроме кислорода. Будет просто кусок алюминия. Атомы алюминия в этом куске будут связаны металлическими связями. Если рассматривать внешние электроны, то у атома алюминия 3 электрона на внешнем уровне. А у всех этих элементов есть резерв электронов на d-орбитале. Электроны делятся между всеми атомами алюминия. Вот множество атомов алюминия, и они соединены друг с другом. Есть множество электронов от них. Электроны располагаются между атомами алюминия, которые они покинули. А атомы притягиваются к ним. И атомы находятся в виде положительно заряженных ионов. Алюминий отдают 3 электрона, но это не важно. Просто хочу, чтобы вы поняли идею. В этом причина проводимости металлов. Электропроводность обеспечивается движением электронов, а здесь так много свободных электронов вокруг. Поэтому все элементы — проводники. Серебро — самый лучший проводник. Самый лучший. Лучше проводников на планете вы не сыщите. Но в проводах используется медь, а не серебро, потому что медь встречается чаще. Но серебро проводит всё-таки лучше. Тут нужно запомнить вот что. Заполненный орбиталь становится стабильной. У всех этих элементов заполнена D-орбиталь. А у этих — не заполнена. Но у них всё равно есть свободные электроны проводимости. Мне так кажется. Я на опыте не проверял. Но это объясняет проводимость. Это переходные металлы. Они ведут себя как металлы, но у них заполняется D-под уровень, потому и переходные. Может показаться, что они какие-то неполноценные. Но, к примеру, железо — первый металл, который приходит на ум. Серебро, медь, золото — металлы. Не считайте их неполноценными. Мне не кажется, что алюминий — больше металл, чем, скажем, железо. Но в химической классификации это и именно так. Ну что же, давайте продолжим. В моей таблице не подписаны номера групп. Я лучше укажу число валентных электронов. Вот здесь у всех 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у всех 3 электрона на внешнем уровне. Им по-прежнему проще отдавать, чем брать, хотя в некоторых случаях эти элементы, особенно бор, могут заполучить 5 электронов, но обычно это редкость. Итак, проще отдать 3, поэтому в этой группе есть металлы. Продвигаясь по периодической таблице, вы встречаете металл, у которых всё больше валентных электронов. Возьмите, например, свинец. Это металл, хотя у него 4 валентных электрона. Дело в том, что радиус атома настолько велик, а внешний уровень так далёк от ядра, что эти электроны легко потерять. Взять, например, углерод. Его электроны очень близки к ядру, их трудно отнять, поэтому углерод будет сам отбирать чьи-то электроны, чтобы получить октет. А у этих элементов валентные электроны очень далеки от ядра, поэтому проще лишиться их и достичь, например, конфигурации ксенона. Поэтому эти элементы — не металлы. Не металлы. Они будут отбирать электроны в реакциях. А жёлтым отмечены элементы, активно реагирующие с теми же щелочными металлами. Это галогены. Надеюсь, вы слышали о галогенных лампах. Они так называются не просто так. Это связано с тем, что такие лампы, наполненные парами галогенов. Возможно, я ещё сделаю ролик про них. И, наконец, инертные газы. Что у них интересного? У них 8 электронов на внешнем уровне, кроме гелия, у которого их два. Электронная конфигурация гелия — 1С2. А что у других элементов этой же группы? Вот неон. 1С2, 2С2, 2П6. 8 электронов на внешнем уровне. Стабильность. Аргон — то же самое. На внешнем уровне у него 3С2, 3П6. А что, например, у криптона? У него 4С2, 4П6. А ещё есть электроны на 3Д подуровне, с заполненным. Но на внешнем уровне октет он стабилен. Эти элементы инертны. Они свысока смотрят на все остальные элементы с их реакциями. Они стабильны. Не нужно отдавать или брать электроны. Поэтому они очень неохотно вступают в реакции. Они инертны. Давным-давно люди летали на дирижаблях. Вспомните Гинденбург. Огромный дирижабль. В них использовался водород. Очевидно, что водород очень активен. Он очень активно горит со взрывом. Поэтому сейчас воздушные шарики предпочитают закачивать гелий, дабы уменьшить риск. Гелий — инертный газ. Он инертен и не взорвётся на чьём-то дне рождения. Ну вот, собственно, и всё. В следующих роликах мы вернёмся к закономерностям в периодической таблице Менделеева.